Школьница Гузель приехала из Камских Полян. Она участвует в республиканской конференции «Я исследователь». Ее заинтересовала тема «Заимствованных слов в татарском языке». Я в своей работе хотела сказать, что эта проблема очень актуальна в наше время. То, что дети, которые по национальности татары, но они много употребляют заимствованных слов из русского языка, и они начинают забывать свой язык и разговаривают полностью на русском языке. Конференция «Я исследователь» проводится в седьмой раз. В этом году принимают участие более 200 школьников со всей республики. Тематика совершенно разнообразная, начиная от русской татарской филологии, английского языка и заканчивая историей народов Поволжья, правоведением. Параллельно с конференцией проходила выставка проектов молодежи, галереи талантов. Здесь можно было увидеть и техническое, и прикладное творчество. А ребята с удовольствием рассказывали о своих работах. Это будильник на основе фоторезистора. Внутри есть источник питания, кнопка, сам фоторезистор и динамик. Когда свет попадает на фоторезистор, он подает дальше по проводам сигнал к динамику, и динамик пищи. Мы изготавливаем эко-панно из обычных камней, просто расписывая их акриловыми красками. Сами камни вдохновляют и подсказывают идею, какой будет рисунок. Ну вот, форма необычная, из нее можно сделать рыбку, кита, ежик можно было сделать. Стартовало и открытие тренинг-класса. Для Нижнекамска это совершенно новое явление. Этот тренинг-класс открывается в рамках государственной программы развития талантов до 2020 года. В тренинг-классе мы будем и специалисты, которые будут приглашаться из Москвы, из Казани, из других городов, будут совершенно бесплатно работать с молодежью и прокачивать их прорывные компетенции. На тренинги приглашаются все желающие в возрасте от 12 до 30 лет. Ознакомиться с расписанием можно на сайте Казанского инновационного университета. Анастасия Попова, Максим Липин, Новости НТР.